Всем привет дорогие друзья, с вами Фёствана, это очередное видео посвященное игре Кризис. Итак, друзья, мне тут пришло срочное просто сообщение, срочное сообщение. Генералы, внимание, на севере континента произошел взрыв реактора экспериментальной АЭС. Облака ядерной пыли распространяются над материком, новый выброс должен произойти со дня на день. Если не предотвратить аварию, радиационное заражение грозит всему региону. В общем, как вы поняли, ивент выброс наконец-то начался, я к нему старался так или иначе маленько подготовиться. Но видите, в чем дело, вот я пытался копить вот эти вот ядерные батареи. Поэтому у меня сейчас довольно-таки большие проблемы с войсками. У меня всего лишь три танка и не сказать, чтобы было много деталей для новых танков. У меня также имеются большие проблемы с войском. Его тоже немного, хотя 50-40, но этого совсем мало, потому что нам еще надо ядерные батареи зарабатывать. У меня большая нехватка скатов. В общем, действительно, я испытываю, друзья, большие трудности вооружения. Потому что, ну вот смотрите, для того, чтобы открывать себе магазин игровой, нужно собирать вот эти ядерные батареи. Вот это все, что снизу, я уже открыл. А для того, чтобы открыть комплект для танка, который у нас продается, который при этом при всем очень даже неплох, 3700 здоровья, 1200 урона по технике, плюсом идет. Это очень круто. Ну, плюс 80 урона по пехоте. Это вообще офигенно, друзья. Но одно большое но. Нужно 750 ядерных батарей открыть только для того, чтобы получить возможность купить этот комплект. А знаете, что такое 750 ядерных батарей? Если за одно сражение, допустим, в охоте за рейдеров дают 10 батарей, то это значит, что нам нужно 75 не боев, друзья, заметьте, 75 побед. Притом вы можете проигрывать, можете выигрывать как повезет. Вы можете выигрывать много раз в подряд, можете проигрывать много раз в подряд. И при всем при этом, мне бы вот, я не знаю, я бы вот лично, что мне кажется, было бы неплохо ввести в игру, поширительный приз за поражение. Ну, пускай хотя бы 5 бы батареек давали за поражение. Если, ну, не 5, а именно половину, да. Допустим, в битве за алмазы дают всего 5 ядерных батарей. В борьбе кланов дают 15, но борьба кланов, сами знаете, редко. И победить там тоже не так уж просто. В общем, друзья, с этими батареями прям беда. Я с трудом наскреб 565, а мне нужно, ну, еще примерно 200. В общем, там 185, да, по-моему, что-то в этом роде. Также, если посмотреть в наш магазин, у нас здесь имеются танки-хищник. Хорошая вещь. Хороши, хорошо выкашивают вражескую артиллерию. В общем, в этом плане они молодцы. Есть отряды АРЕС. Замечательные бойцы, я не знаю, они довольно-таки дорого стоят, да. 3 жетона за 5 бойцов тяжелых. Но они действительно того стоят. Вот эти ребята могут переломить хоть сражение и иногда могут в одиночку разнести половину всех вражеских сил. Особенно хорошо выкашивают технику. Беспилотники, сокол. И у нас тут есть еще также мусорщики, инфочипы. Инфочип для снайпера, да. Но я снайперов не использую, поэтому мне они вообще ни к чему не нужны. Ну и также комплекс кедр. Ну ладно, друзья, давайте уже приступим к самому ивенту. У нас первое задание. Преддверие ада. Миссия на один жетон. Я думаю, ничего сложного. Поддержка нам здесь не понадобится, скорее всего. Вот так, вот так и все. И даже, наверное, все эти войска, которые мы сейчас с собой взяли на поле боя, они нам тоже все не понадобятся. Я думаю, достаточно будет выпустить всего лишь какую-то часть из них. Так, три, два, раз, схватка началась. Так, ребята. Ну давайте, пулеметчики пошли. Будем, так сказать, в центре событий. Пускай все к нам стекаются. Блин, глупо сейчас выпустил. Просто потратил в никуда залп РПГ. Ну да ладно, как думаете, два отряда справятся со всеми врагами? Мне почему-то кажется, что справятся. Давайте проверим. У нас еще, если что, там можно подшарманить, полечить. Там пыль в глаза врагу кинуть. Что, ты выживешь? Ты выживешь, я знаю. Давайте еще так вам. Что вы видите? Ничего не видите. Наши ребята разделяются. Кто наверху, кто внизу. Я бы хотел их всех накрыть единым куполом. Хотя ладно. Накроем, потому что, вы видите, уже игра заканчивается. Можно было, наверное, и вообще один отряд выпустить, раз уж на то пошло. Ну ладно, один, может быть, и не справился бы. Так, отлично. В общем, первый жетон зарабатывается легко. О, смотрите. А, я уже хотел обрадоваться. Думаю, нифига себе, 15 арисов. Но они всего лишь четвертого уровня. Это не совсем то же самое, что нам предлагают в магазине. В два раза слабее. 18 тысяч урона, а у того 33, да? Ну, не в два, но на порядок ниже. На порядок слабже. Так, ладно. Наша следующая миссия, опять же, на один жетон. Так что я заочно делаю вывод, что она тоже не будет отличаться сложностью. Хотя здесь нам уже предлагают взять танк. Танков у меня мало. Танки надо беречь. Поэтому я даже брать не буду. Ммм, можете меня назвать какашкой, если я проиграю. Потому что я с вами соглашусь. Так, здесь у нас, кстати, вот мусорщики эти как раз. Ммм. Не знаю. Посмотрим. Они могут нам доставить проблем. Ох ты, что вы думали. Я думал, вы налево пойдете. Я хотел через левый край пойти. Ну ладно, пошли через право, так через право. Нам главное сейчас отправить ребят, чтобы они убили вражеских мусорщиков. А то они, знаете, наглые, ребята. Они отбегают, бьют, отбегают, бьют. Это даже выглядит противно. Ребята, вам временная неузвимость. Одного мусорщика убили. Добейте вот этих двух. Ну, добейте. Ну, пожалуйста, ребят, куда вы пошли? Вон там мусорщик, ваш любимый. Ну ладно, я их сам отправил в этот угол. Поэтому сам виноват. Тем не менее, судя по шкале здоровья, у нас нет проблем. Сейчас этих убьют, спустятся, этих добьют. И, в общем, победа будет за нами. Наше дело правое. Враг будет повершен. Все, отлично, ребят. Вам осталось только до флажка прогуляться. Очень хорошо. Еще один жетон. Ну, вначале, вначале все просто. Что-то сложное, я думаю, будет потом. И вот уже первая миссия. Два жетона. И здесь, я думаю, уже можно как-то использовать поддержку. Может быть, не всю, а может быть и всю. Знаете, она может быть и очень сложной, этой миссии. Ну, давайте начнем сейчас простенько. Хотя два танка тратить как-то. Как-то жалко. У меня танков вообще нету. Давайте подумать. Дайте подумать. Может, еще какую-нибудь поддержку? Артиллерия, кассетная бомбардировка. Что там страшнее? Как вы думаете, будет техника или... Ну, ладно, давайте возьмем кассетную бомбардировку. Не будем уж всю поддержку брать. Возьмем два танка и возьмем скат. Из элитки? Из элитки. Ну, можно как вариант взять затмение. Мне ее все равно не жалко. Но я думаю, она почему-то не понадобится. Не знаю. Но если понадобится, то ладно. Она у нас есть. У нас тут видите, что творится? Всякие мусорщики, всякие там ребята. А вот так не хотите? Мусорщики довольно-таки далеко бьют. У нас такая сейчас пока что тактика от дефа. Посмотрим, что из этого выйдет. Гаубица, кстати, уже довольно-таки слабая. Ну, она не так хороша, как была в начале. И вообще, ну, я не знаю. Вот для меня, для человека, который не особо активно играет в кризис, я вот прямо такого особого смысла качать вот эту элиту за алмазы не вижу. Мне кажется, это только повышает вашу силу, лигу, и все это ни к чему. Проще использовать именно элитку, которая нам дается в ходе ивентов. Ну что, давайте, подходите ближе. Артиллерия работает. У нас еще есть два отряда, которые мы можем выпустить, чтобы танковать. Танк я хочу сэкономить и не выпускать на поле боя. Кажется, в этом нету особой необходимости. Я думаю, мы справимся и без них. Ну давайте, добейте вы этих ребят, что они носятся туда-сюда. Мне неохота выпускать еще один танк, мне неохота тратить скат. Я хочу все это дело сэкономить. Давайте, гоните его в самый угол, трусишка. Так, ну вот, отлично. Причем, знаете, что еще отлично? Отлично, что мы взяли именно в поддержку урон по пехоте, потому что техники мы тут вражеской так и не наблюдали. Ладно, забираем нашу награду. Два жетона. Причем, довольно-таки простая миссия, мне кажется, для двух жетонов. Но я, в принципе, этому только рад. Также у нас тут выполнено ежедневное задание. Да, спасибо. Лишняя пехота нам вовсе и не лишняя. Если получить еще разведданные, то можем получить медика. Можно и за разведданными сходить, но, наверное, за кадром, потому что разведданные, это для меня даже сейчас не разведданные. Разведданные для меня сейчас это ядерная батарея, которую тоже можно получать по 10 штук. Так, в общем, что теперь, друзья? Теперь давайте пока что сделаем небольшой дозаказ войск и отправимся на выполнение других миссий. Там уже сейчас должны быть, по идее, сложные миссии, интересные. Так, ну и что, скаты мы еще можем заказать? Да, вот еще один последний скат. Так, ну что же, в бой. Миссия еще на два жетона, потом уже будет миссия на три жетона. Но, чтобы эта миссия открылась, нам придется либо подождать, либо отдать золото. Я подожду, тогда давайте, наверное, посмотрим, что из себя представляет миссия, повторяемая на одну пси-батарею. Как вариант, можем взять... Не, давайте попробуем начать без всяких поддержек. Вот таким простым набором. Танк, ну и скат. Вот что-то в этом роде. Давайте джип еще возьмем. Так, что скажете, друзья, куда едем? Наверх, на низ? Мусорщики меня вот эти смущают, которые сейчас будут бегать туда-сюда. И вот этот парень меня тоже смущает. Ну так и что в итоге? Низ или вверх? Давайте, наверное, вот сюда, на низ пойдем. Ты же не достанешь огнем оттуда? Сразу ранний танк выведем. Пускай, пускай подольше постоит, подольше, получше потанкует. Тем более, вот против этих всех, ну кроме вот Ареса, он может, мне кажется, очень долго стоять. Так, сейчас они пойдут сюда к нам, а мы им в спину высадим вот сюда пулеметчиков. Давай, подходи ближе. У нас на низу, правда, танк в одиночку стоит. Надо ему помочь. У нас какая-то полная ерунда сейчас творится. Мы такими темпами можем, имеем все шансы сейчас проиграть. Прям вот у нас, прям рискуем проиграть, друзья. Давайте тогда спасаться вот так, наверное. Все равно техники у врага, как я понял, не будет. Танк, сделай залп. Хотя ты уже только что сделал. Так, у нас еще один вражеский Арис высадился. Там еще один появится. Высадился. Хотел сказать, высадился. Так, пошел джип на смерть. В общем, у нас остался танк. А у врага еще много кто остался. Джип не в счет, джипа сейчас не будет. Ну, танк прячется за зданиями. Это пока что хорошо. Сейчас сделать залп сразу по двоим или по троим. Даже они вон в кучу собрались. Давай, танк. Бах. Отличный залп. Отличный залп, но это, похоже, тебя или спасет, или нет. Я не знаю. Ты уже на грани. Вот этот парень очень сильно мешает. Давай, бах, бах. Убей его и полечись. Отлично. Плюс 200. Этот парень тоже лечится. Ну, что, кто кого? Танк, делай залп. Дальний, мощный залп. Бах. Отлично. В общем, такое, знаете, корявое прохождение от 1СТ1. Я думаю, все можно было сделать гораздо лучше. И при тех войсках, которые у меня были, там, ну, как-нибудь сыграть вот с таким показателем остатка здоровья. Или даже с половиной. Но я, по-моему, выбрал самую худшую тактику из возможных. И при этом все-таки победил благодаря разнице в силе войск в мою сторону. Вот мне кажется, так можно описать этот бой. Ладно, тем не менее, победители не судят или судят. В общем, дело за вами. Заходим. У нас тут есть награда за первую пси-батарею. Золотишко. И мальчишка. Ну, и на этом, наверное, можно сказать, что все. Можно, конечно, отправляться еще вот в эти сражения за пси-батареем. Единственное, что за эти сражения, вот за них как раз, по-моему, не дадут нам. Нам кроме пси-батареи, ну, точнее, чего нам не дадут? Не дадут нам того, что я хочу сейчас. А я хочу, друзья, я хочу ядерное топливо. И мне его нужно много. И поэтому войска пока что я на что-то другое тратить не намерен. Потому что, ну, если я буду тратить войска на пси-батареи, то у меня не хватит на то, чтобы открыть комплект для танка. Ладно, друзья, продолжим копить войска. Будем надеяться, что мы все успеем сделать. До завершения ивента еще, в принципе, времени достаточно. 6 дней и 12 часов. Ну, и 6 часов до открытия следующей миссии. Поэтому с вами я на этом попрощаюсь. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.